Приветствую вас. Поскольку вы задаете свой вопрос в раздел «Психология», то, соответственно, я и отвечу вам с точки зрения «Психология». Для начала, чтобы четче понимать историю, которая с вами произошла, да, надо бы увидеть, как так вышло, что мужчина работает настолько много, он все время проводит в командировках. Как так вышло, что вы, не знаю, выбрали себе такого мужчину, что он стал вашим мужем? Насколько это соответствует вашим идеалам, ценностям? Насколько это соответствует вашим представлениям о том, какой должна быть семейная жизнь? Ну, семейная, супружеская жизнь, да? Было ли так раньше, изначально, когда вы только начинали быть вместе? Или так было всегда? Или это началось после определенного промежутка времени? Спустя какое-то время? Может быть, я неправильно произнес то, что вам сейчас хотел сказать, но я надеюсь, что суть вы уловили. То есть, необходимо увидеть историю того, насколько сознательно вы подошли к вопросу работы вашего мужа. Насколько оперативно, то есть, своевременно вы реагировали на его действия, на его изменения, на его поступки, на его выбор, на его шаги. Как много было в вашей ответной реакции чувств, ваших чувств собственных. Понимаете? Вот это очень важный момент. Дальше. Дальше. Хотелось бы узнать, пишите вы, была ли у моего мужа интимная связь с другой женщиной. Во-первых, хотелось бы. Здесь содержится неопределенность. То есть, хотелось бы, все-таки, то есть, я не уверена. Или хочу узнать. Потому что, хотелось бы, это, безответственное, такое, такое желание. Да? То есть, ну, хочу, хотелось бы, ну, так, ну, не уверена, не знаю. Не уверена, что там что-то было, да? Не уверена в том, что тут что-то реально было. Поэтому, ну, хочу, но не сильно. Понимаете, да? О чём идёт речь. И в этом случае, в этом случае, нужно определить грань того, что вы готовы сделать для того, чтобы узнать. Ага, значит, ну, изменял ли вам муж, или нет? Работает? Работает. Это, именно, именно так. Ага, значит. К сожалению, столько. И, по-другому, никак. Иначе. Понимаете, да? О чём идём дальше? Дальше. Дальше. Что для вас означало бы измена мужа? Конкретно. Значало бы это для вас, например, что он обязательно плохой. Например. Значало бы для вас это, что вы плохая. Что, ну, у вас что-то не так, с вами что-то не так. Вот. Подумайте об этом. Это тоже очень важный момент. А, потому что, без него, без вот этого аспекта, не получится. Понят. Субъективную сторону. Вашей проблематики. То, что она есть. Да? Это, субъективная сторона. Я даже не сомневаюсь. Вот. Вопрос, конечно, здесь заключается в том, насколько всё это, ну, адекватно. Да? То есть. Насколько вы отдаёте себе в этот отсчёт? Сама. То есть, вот определите для себя, как вы восприняли бы тот факт, что муж вам изменил, что это для вас значило бы. Дальше. А чем продиктовано ваше желание узнать, изменил он вам или нет? Если у вас есть какие-то проблемы в отношении, ну, например, вы редко его видите. Например, да? Например, вы не уверены в нём, да? В самом. Вот. То, чья это проблема? По-вашему? Как вы думаете? Понятно, да? О чем идёт речь? То есть, возьмите на себя ответственность за то, что вы интересуетесь изменой. Я не говорю о том, что ваш муж, он ни в чём не виноват. Да? Я не хочу это сказать. Он ответственен за то, что он, может быть, изменяя вам, он не говорит о том, что его беспокоит. Может быть. Может быть. Но в этом есть и ваша доля ответственности, которую вы, скорее всего, на себя брать не хотите. Далее, я рекомендую вам подумать о том, как вы относитесь к своей семье. Ну, то есть, чего вы хотите для своей семьи? Хотите ли вы, например, сохранить отношения? Если да, то в таком случае нужно работать над тем, да, чтобы улучшать их. А для этого необходимо обращать внимание на проблемы в отношениях. А не искать какие-то улучшающие аспекты, которые могли бы, ну, так или иначе, вашего мужа диссердитировать. В ваших глазах. Надеюсь, понятно, о чем я говорю. Вот, по сути дела, это то, что я хотел до вас донести. По сути дела, это тем мысли, которые мне кажутся важными, если мы говорим о проблеме сохранения отношений в вашей семье. Понимаете? Вот. И я надеюсь, что вы увидели, что дело не в том, сколько он бывает в командировках. И дело не в том, сколько он бывает дома. Совсем не в этом дело. Сделать карьеру в том, больше, как вами, это все воспринимается. И почему вами воспринимаются, ну, вот, те или иные вещи, да, определенным образом. Вот это по-настоящему важный аспект, на который необходимо обратить внимание. Потому что, то, что вы делаете сейчас, да, ну и, по сути, ищите виноватых. Виноватых. Вот. То, что вы делаете сейчас. То, что нужно сделать. Да. Это, значит, ну, это, скорее найти причину. Первую причину. Проблем. Вот. То есть определите здесь со своей целью, да. Какая у вас цель. И вот исходя из этого уже, и можно будет что-то делать. Вам давать какие-то рекомендации. Ну, имеется в виду, если вы хотите именно психологическую консультацию, я имею в виду, не электрическую, не эзотерик. Вот. И помните, помните, пожалуйста, что за проблемы в отношениях люди несут ответственность совместную. То есть это не так, что муж, да, вот он изменил всё, он плохой, он ужасный и так далее. Не так. Абсолютно. Вот. Надеюсь, что это вы понимаете. Помните, так же ещё и то, что развестись, если вам хочется развестись, вы успеете. В принципе. Всегда. То есть развестись, знаете, не сложно. Не сложно развестись. Вот. Вот когда-нибудь отношения, да, сложнее, потому что для этого нужно что-то делать. Ну, я имею в виду вам. Для этого вам нужно будет что-то делать. Самой. Понимаете? В чём-то в чём дело. Вот. Так что, я думаю, что именно так можно ответить вам на вопрос. А если вы, если вы чего-то боитесь? Сами. Если вы чего-то боитесь. Сами. Если вы чего-то боитесь. То в этом случае, в случае, если вы чего-то боитесь, вам нужно работать уже именно над этим. Над источником и природой вашего страха. То есть, не за счёт мужа, а как-то вот компенсировать так, ну, свою нервозность, неуверенность, может быть, а именно самостоятельно. Раз. И тогда вы сможете устраивать с ним гармоничные отношения. Изменил, если изменил, если не хотел изменять, но изменил, да, там, находясь на эмоциях, как-то ещё. Я думаю, что это всегда можно принять. Всегда можно это понять. Конечно, если вы его любите, конечно. Конечно, если вы этого хотите. Безусловно. Если вы не хотите, то делать этого лучше не стоит. Это, конечно. Это даже не обсуждается. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. я буду рад вам ответить и помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Вот. Без разводов, без вот такого. Удачи вам! Давай! Давай! Продолжение следует...